Всем привет! Мы выиграли два штурма ВИК, битва за Сталинград. Продолжим сегодня сценарную кампанию автора Виндиго. Крепость Сталинград. И у нас 19 миссия, ни шагу назад. 18 сентября 1942 года, 14.30, сильная облачность, ветер средний 50 градусов. Местонахождение Верхняя Ахтуба, позывной Сосна. Звено 4 и 16 под командованием игрока. А мы же в игре вроде не можем звеном управлять. Или я этого не знаю. Позывной АС-14. В Сталинграде продолжаются ожесточенные уличные бои. Ночью через Волгу переправилось очередное подкрепление, 92-я отдельная стрелковая бригада, сформированная из североморских и балтийских моряков. Они сразу же перешли в контратаку, вбивая немцев с захваченных позиций и зданий. Главнейшим узлом обороны остается здание зерного элеватора, важный стратегический объект, возвышающийся над всей южной частью Сталинграда. Противник неоднократно атаковал элеватор при поддержке танков, но все-таки были... все атаки были, тем не менее, отбиты с большими для него потерями. Будьте уверены, город, носящий имя великого товарища Сталина, не будет сдан врагу. Наше полетное задание. Сегодня первый вылет в качестве ведущего звена, теперь в небе вы отведите не только за себя, но и за своих ведомых. Боевая задача – поиск перехват самолетов врага над Сталинградом на средних высотах. После взлета круг над аэродромом, после этого курс на маршрутную точку 1 с набором высоты. Вам следует как можно быстрее набрать 3000 метров. В соответствии с планом полета, вам предстоит немного углубиться в воздушное пространство над правым берегом Волги, чтобы иметь возможность навязать бой вражеским самолетом еще до их подхода к Сталинграду. Введите патрулирование между маршрутными точками 1 и 2, агрессивно атакуйте врага. После выполнения задания – посадка на аэродроме Верхняя Актуба. Выполняйте. В РОФе там очень удобная, понятная и работающая система управления звеном. А здесь такой нету. Я не знаю, как им управлять. Кстати, про элеватор очень здорово рассказывал на канале то ли у Пучкова Гоблина, то ли тактик медиа, тактик с медиа Исаев, историк. Он вообще про Сталинград. Тут несколько у него было выступлений очень хороших, а вот про элеватор он отдельно рассказывал, и там очень были такие колоритные моменты. То есть мы взлетаем, идем вот сюда до Ерзовки, над их аэродромом, городище и патрулируем до второго аэродрома. Козырек унисекс мы убираем. Так, я применил? Применил. Ого! Поплю нормально. Все. В принципе, тут не потеряюсь, а мы всегда будем видеть аэродромы. Вот этот треугольник аэродромов, вокруг него летаем, патрулируем. Не дальше квадратного. И вот это вот Тотмель. Острова даже практически наш ориентир. Отход домой. Но единственное, облачность. Я не знаю, как облачности воевать. Бот это видит, все, я-то ничего не вижу. Ну хотя бы облака не такие сильные. Надеюсь, ракету не надо никакой давать. Они что-то сделали с амортизаторами. Я не знаю, с какого-то момента стало очень неудобно взлетать. Они, по-моему, плевать хотели на то, что я ведущий. А, вот есть. А, вот есть. А, вот есть. Нет, один какой-то заинтересовался. Нет, один какой-то заинтересовался. Между облаков хорошее расстояние. Думаю, мы сумеем набрать. 300. Мы, кстати, идем практически нужным курсом. Но на трех тысячах точно и шачкам делать нечего. В печке-то все войну. Я как-то давно же, правда, упоминал из воспоминаний ветеранов, что, говорит, я, говорит, все войну. Но на печке пролетал. Выше полутора тысяч, наверное, не поднимались. Так мы ее исполняем. Хорошо. Теперь вот и на меня. Наверное, думаю, от чего он тормозит. А у меня такое ощущение, что они все-таки сами по себе. То садится, то так будет. Ага, это не то. Ну, во-первых, это не пилинг. Скажем так. Что это такое? Что это такое? Что это такое? Что это такое? Орсы! Подписывайтесь на графике! Вон идут. Это не то. Сначала, тэк. 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 Команды. Ага, они еще их не видят. Не прошла команда атаки. А куда не вы? А там еще идет пачка. И тоже наверное Мессишмидта. Да что меня со стрельбой дергают. Что делали на 3 километрах 110 это же задача. Для клуба знатоков. Истребитель. Близко. Иван 6. Атакую. Истребитель. Близко. Близко. Да что ж такое, чуть-чуть не хватило. Его надо было цепануть. Блин, на чем сейчас жизни не даст. О как он, о как он, никакой инерции, вообще ничего. Блин, я вешу на рулевое направление. Это плохо, так он у нас стреляет. Попал, все хорошо, я ухожу. Почему он командует без муки? Моего ведома. Только что полный воздух был, куда делись все. Моего ведома. Юмба, вас понял. АЭС, на вероятности цели состояние положения. АЭС-3, на дорогу. Извините. Близко. Зона, я Европ. Жизнь. А у нас еще и полный бак практически. Ну а то, а то я внесу. Если он сейчас выйдет, то он выйдет вяленький. А ему пофигу. На перегрузке. Деньги. Деньги. Пcore о 미цельной. Жизнь. Мы ветром,him. Зона гинги. Это была очередь от кого вторая? Боты вообще не парятся, ни немецкие, ни наши. Здесь пикирование, вираж, свечку потом. Какие такие перегрузки, какая такая утомляемость. Что, пропустил его? Внизу там еще две какие-то точки идут. Продолжение следует. 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 Дали ракету, чтобы они на базу возвращались. Те двое быстро ходят, это или 110-е Или 88-е, или их вообще 4 там Не понять Ну вроде никого нету, попробуем его добить Своим дал команду на базу возвращаться Ух-та, ух-та, ух-та А этот жарит, ты его фиг догонишь А нарваться можно там, скорее всего, в немецкий патруль Где они? За дна, я АЭС-16 Или в облака ушли, или просто потерялись кого-то А кстати, не... А, вон, 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 вон Ты кто? Ну как так? Я же видел его Это не те два были Там уже, что ли? Нет, это не видимость, это какая-то ерунда До него оставалось все, там километра два Там через 30 секунд уже было понятно Мы рядом были, должны были быть Он над землей прям шел Ну, видимо, как той задачей С точки А в точку Б вышел поезд И с точки Б в точку А вышел поезд Под ним и тем же рельсом И оба поезда прибыли в свои пункты назначения по расписанию Вопрос, почему они не столкнулись Ответ простой Не судьба Вот там идет бой У меня что по топливу? У меня по топливу еще дофига всего Там два сто десятых, по-моему, патрулируют А здесь Опять исчезает Я вот так вот вижу, хорошо Вот он идет, прямо сейчас выходит над берегом Пролетает А присмотреться нельзя Это мои садятся лучше Вот так вот он есть Чуть ближе их нет А закончится это тем, что я начну строить атаку И получу сзади С нашей территории просто исчезает И причем У меня такое ощущение, что они ближе не стали По крайней мере, вон те контакты А здесь вот, который летал, где он? Вот это я вижу Вот он атакует кого-то Восемьдесят седьмые Здрасте, пожалуйста Что-то Тебе? Что-то Ну атакует... Катрульна Если не нужно Скулья Катрульна Я не могу Я не могу Катрульна Я не могу Я не могу Восемьдесят сетки То есть, если он пристрелялся, все лучше валить от себя. И не таким маневром, как я, но все это еще. Ну, это невозможно летать. Как вот строить атаку, если я даже не понимаю, в какую сторону он летит. Прикольно, конечно, что он стреляет вот куда. Прикольно. 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 Нет, они, потому что на скорости уже где-то в другом месте будут. Пока я спущусь. Вот он один. По-моему, это Е. Модификация. Причем он мерзко маневрирует. Чтобы его маневр скомпенсировать, нужно работать рулем направления. А это значит, что раскачивать самолет очень сильно снижать меткость. Точность стрельбы. Вот сейчас хорошо пошла. Пойдем за вторым. Если ты думал, что я тебя не заметил, напрасно. Вот эти маневры, почему они еще не реалистичные? Самолеты-то были хлопанные, самые обыкновенные. То есть они просто не выдерживали таких перегрузок. У Кобар, бывало, даже приходилось проклепывать заново хвосты. Укреплять. Этот летает, гад. Ему не хватило. Но мне этого надо сначала, да? На жигуличи. Вот видите, он на... Я могу стрелять только в самых невыгодных ракурсах. И то в доле секунды. Это вы больше патроны только тратите. Мне бы назад оглянуться, но... Слишком низко мы. Ага. Летает еще. Добавим, не боись. Вот видите, опять он видит, где моя точка прицеливания. Там буквально 2 метра разница. Он чуть-чуть ручку дает и вокруг этой точки выше уходит. А я уже не могу скомпенсировать. Или самолет болтать, просто по воздуху стрелять. Ага, свой по нему попал. Офига себе, он решительно так на меня заходит. Ага, это третий. Я чуть не понял, аэродром это наш или не наш? Почему никто не сплетел до сих пор? Что, зенитка свою собьет? Немножко отойду, чтобы зенитчики постреляли. Разгонюсь. Паран. Я инстаграм. Паран. Кан. Внутри. Паран. Та. Вороня, Сосна, я встрижь, два, посадка. Сосна, я АЭС-17, посадку выявил. АЭС-17, вы выявил. Вот и ни в что парни валятся после таких резких выводов из петли. Ни во что вообще. Вообще ничего не колышет. А сорваться очень просто. Потому что земля несется, она рядом, несется быстро, ручку дергаешь на себя очень в силу. То есть там непонятно, хватит, не хватит выйти. И перетянуть легче легкого. И самолет срывается в стопор большими физическими усилиями. Но при нервном напряжении это делается очень просто. И были репорты от АСБТ и Л-2 типа зенитной артиллерии. Есть вероятность того, что они просто на выходе из атаки сваливались в стопор. Вон он. Никто не взлетел, уже минут 10 прошло. Ни одного бреющегося человека. В исподнем аэродроме нет. Вон, 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 вон. Нифигасе он. Но пока не собирается, видимо, уходить. Передохнул и сейчас он разгоняется. Давай вверх. И смотрите, он сделал полный круг. Он разогнался и сделал полный круг. Он или там без сознания уже летит. Но без сознания самолет если летит, то очень недолго. Но уж точно не в 90 градусном вираже. Не понял сейчас. Где мои лететь патроны? Куда? Ну, это все, по-моему. Финалочка. Нет. Харек, где он? Уже сделал полную петлю. Ничто про не сорвался. Ни сознания не потерял. Ну, где у вас только берут таких? Хорошо, как вышли. Я не понял. Такое не промахивается. Мимо не пролетает, я имею ввиду. Что там происходит? Откуда бомба еще одна? А может быть это обстрел, а не бомба? Мало не готовится. Бомба- Auditor. Это исчезнов 책nah. А сейчас картофертер. Не попадай пуски. Все второй у Inner Днех. Попадание только увеличивает его скорость Так, я что-то задержался уже Кнопочку дерни, пипочку Я думаю, литров 15 осталось Не больше Дергай уже, мне стрелять надо Все, по-моему, у него вода вытекала Ну все, это нам известно уже заходы Никуда он не долетит Хотел узнать, кто-то делся Мне кажется, он упал уже куда-то Какой фазан? Я не фазан Диспетчер у нас вообще без комплексов Два самолета одновременно Легко В сети есть ролик, диспетчер На севере где-то посадил На одну полосу На которой уже стоял гражданский борт Три МиГ-31 Все с первого захода Они по погоде Не могли сесть на своем аэродроме Топлива ноль Он их с первого раза завел Как надо И посадил Это к вопросу, что В жизни всегда есть место подвигу А где звук? Или это уже наша работа летит? Ну, чья-то точно Воздушный шар не иначе У меня двигатель не работает Он летит При такой вот конфигурации крыла Думаю, любой моделист засомневается Увидев происходящее Три самолета в воздухе осталось А наши? Наши два Я и Илк Но в любом случае Вылет удачный Задание выполнили Вспомнили, как ботами управлять Чуть-чуть нам перепало Но Мелочь совершенно Так, а как Ага, есть Ускорение времени Просто хочу посмотреть На кружок дельтапланиристов Он вообще У него скорость 0 Он должен вертикально падать практически Он парит Он на такой скорости Но не может он летать Без двигателя Без обдува Рули направления и высоты Хорош Теперь порядок Шумит куда-то делался И солнышко вышло Нормально Вот видите Насколько миссия интереснее Когда есть побочная Какая-то побочная Жизнь Не по заданию Этим И в первом Илле очень ценились Компании Тем, что вокруг Все время что-то происходит И Одной машинкой На аэродроме Катающейся Это не ограничивалось Полноценный Боевой вылет Так что Пошли смотреть Хорош Легкий Три средних Но легкий Это Г2 А средний Так откуда Столько 2.87 и 1.110 Это за предыдущие Холостые Вылеты Взлетели Вот здесь Завязались 110 Г2 Сбит Интересно А здесь А вот здесь Тоже не засчитали Он же тоже Где-то упал Вот тут Он никуда не мог Улететь Это 15.03 А хотя нет Это он То есть он Как-то вывернулся И до сюда Успел Дотянуть А я смотрел Вот сюда Видимо Как раз На краю зрения Его упустил Тот На дародром Которого Сбивали Потому что Вот оно Начало боя Вот он 110 Первый Сбитый Лавка Упала Лавки нам Помогали Сюда Пришли 87 Упал Ф4 Упал Г2 Упал Г2 Упал Ну Упал Упал По 40 Еле 87 Тут И я Первый А вот тут Илы работали Почему-то Их не видел Кстати Их двоих Еще нет 87 Видимо Вот эти Упали Но не Нет 87 Должен быть На второй Наверное Туда Куда-то Ушел Или Может быть Это Вот тот Который В воду Упал Сейчас В любом В любом случае Вылет Нормальный Само Задание Хорошее И вот Эта Куча Нас Конечно Очень Выручила Патрулирование Есть Патрулирование Отпатрулировали На все Деньги В следующий Раз Бой За вокзал А на Сегодня Все Спасибо Виндиго За интересную Миссию За компанию Интересную Вам Спасибо За внимание Всем Доброго Удачи И пока